Как сидорат я использую овес. И вот посмотрите, вырос он довольно-таки высокий. Можно и меньше, просто не было времени этим заняться. Но главное, чтобы он не начал колоситься. После того, как я перекопаю, я эту всю территорию накрываю тентом. Тент у нас лежит вот там дальше. И мы его нарежем и укроем. Так мы укрываем все дорожки. Я его немножко, буквально, вы видите, чуть-чуть рассыпаю. Оно будет работать до осени. Эта дорожка будет нам служить уже года через 2-3. И сейчас я начну копать. Копать надо неглубоко. И хорошенечко разрезать весь проросший овес. Не думайте, что это легко. Это действительно тяжело. Но для того, чтобы земля стала рыхлой, надо использовать вот такие сидораты. Сидоратов довольно много. Ну, я вот нашла только овес, поэтому пока овес найду горчицу, воспользуюсь горчицей. Разрезала лопатой. И сейчас мне останется слегка полить. Почему? Очень сухая земля. Прошел дождь ночью. И замечательно промочил всю ту территорию, которую я вскопала вместе с овсом. И теперь останется только накрыть. И через недельки-две я покажу результат перегревания. Умные грядки выглядят вот так. Мне они очень нравятся. Спасибо. Мы делаем так, как предложил агроном Курдюмов. Так выглядят умные грядки и дорожки. Весь овес, который был на сидорат перекопан. И вот теперь эти дорожки два года будут отдыхать.